Издательство Эксмо. Акаш Кария. Вдохновляй своей речью. 23 правила сторителлинга от лучших спикеров TED Talks. Моей любимой сестре Бинти Кария. Моя жизнь складывается в прекрасную историю, когда ты рядом. Вступление. Я плакал. Сидел перед монитором, слушал рассказ китайского эмигранта и торопливо утирал слезы, в надежде, что никто из домашних не застукает отца семейства за столь немужественным занятием. При этом человек на экране не рассказывал ничего печального. Его речь не касалась ни детских смертей, ни болезни близких, ни других тяжелых вопросов. Совсем наоборот. По сути, он говорил о внезапном успехе, разом изменившем всю его жизнь. Почему же я так эмоционально среагировал на историю уроженца Поднебесной? И почему, если верить камере, выхватывавшей лица присутствовавших на конференции TED-людей, подобным же образом на слова мужчины среагировала приличная часть слушателей? Когда речь спикера подошла к концу, я закрыл ноутбук и глубоко задумался. Что это сейчас было? Да, изложенные факты показались мне небезынтересными. Джия Джианг, именно так звали оратора, рассказал о том, как бросил себе вызов, обязав в течение ста дней провоцировать окружающих отказывать ему в самых разных просьбах. Например, в просьбе одолжить немного денег или дать добавки в бургерной. Таким образом, он избавлялся от страха отказа, свойственного, как показывают исследования, едва ли не 90% американцев. Не спорю, забавный опыт. Вот только о подобных челленджах я слышал не впервые. Если углубиться в вопрос, то не стоит труда отыскать в сети не меньше дюжины похожих примеров. Но можете мне поверить, ни один из них не вызовет в вас такого же отклика, как пятнадцатиминутная история Джия Джианга. Почему? Возможно, все дело в том, что Джия Джианг — оратор от Бога. Да, вероятно. Но тогда придется признать, что практически все участники конференции TED исключительно одарены по части публичных выступлений. Ведь подавляющее большинство роликов на YouTube набирает по-настоящему внушительное количество просмотров. Однако достаточно одного разговора с организаторами конференции, чтобы убедиться, в числе выступающих не так уж много гениальных ораторов. Талант и вдохновение с лихвой заменяет отработанная технология, способная превратить заурядные идеи и факты в захватывающее шоу. Вернемся к тому же Джия Джиангу. Если сравнить его рассказ с сюжетами большинства фильмов о выборе жизненного пути, например, со «Счастливчиком Гилмором», то обнаружится масса совпадений. Примечание. «Счастливчик Гилмор» — американский фильм 1996 года о парне, мечтающем стать известным хоккеистом, но «счастливый» в кавычках случай, вынуждает его начать карьеру в совсем не мужском виде спорта, гольфе. Конец примечания. Мы увидим и некое задающее тон все истории происшествия из детства рассказчика, которое заставляет слушателей преисполниться неподдельным к нему сочувствием и отказ от истинной мечты в пользу заурядной жизни, и переломное событие, которое меняет судьбу героя, и открытие нового призвания, логически вытекающего из детской мечты, но не дублирующая ее. Что же получается? Хорошая речь должна походить на киносценарий? Не совсем так. Скорее она должна заимствовать приемы сценаристики, управляя эмоциями слушателей, как ими управляет магия кино. Поверьте, тут нет ничего сложного. До того, как появилась на свет эта книга, я отработал все изложенные вне приемы на тысячах студентов, служащих и бизнесменах, мечтавших говорить не хуже спикеров ТЭД. Мы выделяли самые ходовые структуры, которые когда-либо ложились в основу выдающихся речей, и учились наполнять их фактами и эмоциями так, чтобы заставлять слушателей плакать и смеяться во время наших выступлений. За все эти годы я не встретил ни одного человека, не способного постичь принципов публичного стори-теллинга. Кому-то удавалось конструировать свои выступления лучше остальных, кому-то хуже. Но все, абсолютно все мои ученики рано или поздно постигали мастерство захватывающего рассказа. Думаю, это ждет и вас, мои слушатели.